так михаил наконец-то достойный противник я один раз с тобой сыграл в варкрафт мне стыдно до сих пор хорошо мы плохо сидим ты должен двинуться ближе так что мы на одном уровне с тобой были вот не сложишь камеру лоджи так стрелка она не очень на голубом глазу это говоришь смотришь в глаз этой камере как она может сравниться с беззеркалкой с хорошим объектив как она может вообще не быть второй камерой который переключает ты лучший гость на завершение этого марафона с интервьюшкой заранее уже точно потому что надо уже ехать это как всегда давайте как всегда в первой карте боги что сделать что невероятное да потом старый подожди по 2 он будет выигрывать 20 лимита потом он сделать какую хероту он там не за потеряет шредера просто вот просто вот потому что пойдет вы не туда вот и все и прыгать а потом на мисс морали сыграет еще одно потом начнет вытягивать но его просто на позднем на лейте как бы запинают я чувствую разбираюсь я хотел бы начать с того что на стримфесте встретил много интересных людей для этого и создав прекрасно я очень рад за тебя туда объемлем люди очень интересные зубы понравился больше всего с кем вообще мощный ну как мужику 40 лет из них пол жизни называется игровой тусовки да зайду я скорее всего к ним а гости представьте а михаил лесецкий он же лесориус айтишник у него поменьше твоего скорее всего синевик ну бас и мы крокодилов я там коронка скажи корона корона это значит ты задонатил больше десяти тысяч рублей с марта наверно да хорошо она знает не а то что я там там один из там очень древних пользователей это как отражается это дает тебе пару ачивок в комнате и и в принципе все люди у которых айтишник больше чем твой должны относиться к себе с уважением ты можешь требовать это уважение но ты можешь это делать в чате на самом деле учитывая то что после тебя где-то миллион миллиона до вот сам алё организатор в эфире нельзя пройти без фьюар-кода к сожалению это не отменяемая история да мы поэтому лаборатории вот работает на площади с ними довольно быстро все можно сделать можете еще успеть перед центральным перед главным ходом спасибо до свидания да у висориуса айтишник 413 то есть фактически полтора миллиона зарегистрированных пользователей ты у них можешь требовать его отрываться ну если мы не этим это мы верится мы меряем так верите тогда мы меряем чем мы меряем годами участия в стрельфесте футгейм один из трех партнеров который участвовал во всех без исключения абсолютно и на самом официальном уровне да михаил игровой журналист просили представить я должен представить когда-то был игровым журналистом не знаю есть такая профессия вроде как я им был я старался соответствовать пришел кажется из спортивной журналистики телевизион без тенниса из большого я играл я занимался давай поближе к микрофону хайпер x хорошие микрофоны там они помогают к гейму быть быть да что здесь и да я занимался теннисом я его влюбил мне не нравилось как он комментируется по спорту вы папа любимый как-то проходил мимо меня с кастрюли борща на балкон чтобы поставить он прекрасно кулина сказал что он ошибается там статистики комментаторами за мне было летом 17-17 что он так прошел с картой большая скалтип но если хочешь чтобы не ошибались там иди и как покажи класс он подумал что он пошел мимо поставил консоль борща на самом деле мою как бы жизнедеятельность я не слышал это да я как бы после этого так начал стучать в общем эти все как-то стучался пошел редактором выпал с на уровень там полноценного редактора но ничего в моей жизни хорошего так настоящему карьеру не происходило пока я не решил что надо поспрести сопрячь киберспорт и спорт в смысле игры и спорт подачи на соло киберспорт но оно было но она как-то было формировалось только мы очень давно 2006 году он начал сделал какие-то репортажи вот еще тинейджерство занимался всем этим вот в 2006 мы запустили программу лодзе киберспорта и я первый выпуск вышел 8 марта что важно или 6 марта он вышел ровно на день рождения майкер да в общем когда-то там или через день вот и макер был в этом же самой передачи да и в общем-то с этого момента я знаком с мишей все просто напоминаешь мне сокола который вспоминает наш день встречи на вцг 2008 года кельн шел дождь играла музыка да она всегда 8 года сокол помог мне который плохо по-английски говорил я сейчас общем не очень и вообще какой-то был зажатый коммуникативном смысле но у меня девушка жила в германии в этот момент у тебя была девушка в германии так сказать я думал что она моя девушка она была не очень в курсе я хотел ее удивить я поехал в кель вместе с на вцг и он не помог там купил билет то что все было по-германски вообще абсолютно и он не помог съездить на поезде до диссельдорфа и обратно я там эту девушку поделил своим присутствием этому сокол конечно мою судьбу тоже имел значение вот это было это было здорово и романтично вот так сокола стой про тоже знаю люблю и он был на прошлом фестивале сожалению сейчас его нет но я надеюсь лучше приедет но он обещал приехать не знаю правда он много чего обещал да но женился но нет я не уверен не уверен вроде вроде да а ты с эти таблички есть таблички я жижал есть таблички он рыбак это видел наблюдал нет у меня вот только есть но они есть они на фестивале тут разбросаны их можно найти обязательно кто-то взлутал чем ну ладно я не очень если честно хочу спрашивать по поводу подготовки прогул погружать себя в эмоции и переживать то давай о том как проходит завершается уже фестиваль ты начинаешь выдыхать постепенно или нет или еще нет как для организаторов фестиваль это к сожалению но к счастью к сожалению для вас он такой вспышка для нас он долгий накат и довольно как критичный но не быстрый спуск потому что и деконструкция и отчетность все остальное я скажу маленький секрет организационный опа мы почему проходили в апреле ну не потому что мы там первый стиваль весны и прочее а если такой хинт когда проходишь конца апреля и ты заканчиваешь все сона 28 29 30 то на майские всем на 3 отчеты глубоко плевать и у тебя есть время подготовить а сейчас не та ситуация сейчас в общем-то все на работе всем надо все должны отчитаться поэтому поделить нас будет горячий не говоря уже про вторник я лично тебя очень приглашаю на нашего события стрим завтра без знаешь только в среду вот у нас прям завтрак события когда стримеры встречаются с рога это как бы события вне стрим-феста для зрителей но как бы для нас это длинный уикенд и он заканчивается на нем то есть на фестивале заметен праздник веселья все обнимаются никто не занимается там за камеры жестом каким-то потому что важно что важно чтобы люди развлекались а все коммуникации с брендами вся эта вот дополнительная все происходит там и там закладываются в том числе коммерческие отношения которые потом питательными соками гоняются по лицам и телам стримеров и позволяет им продолжать творить классный контент и возвращаться через год куда сюда звучит хорошо не я но это так и есть так что приходи обязательно я приду как участник ты имеешь на это правда конечно у тебя это помнишь не первое я конечно имею путь ты никогда не читаешь мои большие копипасты о том когда ты определяешься часть участник ссылочка личной кабинет бла-бла-бла стрим завтрак да 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 я к своему стыду даже баннер повесил сообщение которое ты мне написал лично что у нас тобой открытие у нас 1430 панель сделать сообщение блин селиги закрепил я все равно пропокапила поэтому тебя позовет все хорошо класс мы знаем у нас есть карточка условно участников и у каждого есть так комментарий и степень так сказать его обязательности комментарии как высшая степень а не смотри майкер придет на все панели 99 процент хорошо вчера такая музыкальная панель получилась согласись это не значит что это был музыкальная панель не нашли виновного нет он есть но он размазан это точно не мы это как-то на площадке но мы это выясним да я уже забыл вопрос ну был весело да да надо любую как бы на непогоду принимать позитивно хорошему вот такая качала можно было с мыслями собраться люди расслабились после этого какой пошел контента хардрей как как зашел концы как как за ств задал вопрос я ему в общем за этот вопрос ты еще придолжен вручить церемония закрытия а я вспомнил вопрос какое количество участников в этом году в результате ты про что участники как стримеры или как зрители а ну надо считать вы не читаете мы это посчитаем после там много как бы по билетам по всему я не смотрел даже в админ а когда у меня есть время я могу что сказать субъективно это может просто подтвердить не сильно меньше чем в девятнадцатом году вот не настолько чтобы можно было посчитать что ситуация ну как людей нет люди есть очень этому рады а надо сказать что в среднем оффлайне но мы как в оффлайне тусовки вот это тусовки оффлайн ивентов просадка на 70 20 75 процентов посещаемости даже тех событий которые согласовали мы очень рады что у нас я на не та ситуация тем не менее еще раз емкость фестиваля на самом деле ну это это примерно 10 даже 15 тысяч человек и конечно тут нет но можем расти я думаю что сам факт что мы прошли год когда многие не смогли и это не хороффорен все этим это очень очень больно ребят когда вы готовитесь переноситесь а потом конце еще отменяетесь невероятная боль и организаторов ну поверьте мне и поэтому мы в этой тусовки внутренние конечно за не хочу переживаем мы очень надеемся что игра мишек состоится но это вот очень нам близкие родственные ну как сказать обычно конец сентября начало октября он всегда первый уикенд октября 30 сентября за диван и потом пошли в октябрь состоится ли он и как он состоится пока неизвестно мы переживаем если можем как-то помочь если наш вообще прецедент да вот к вид при и прочее вам может и кармир состоится это было бы очень важно всех нас вот но тем не менее вот мы состоялись мы смогли сам этот факт поможет нам в дальнейшем развиваться я надеюсь это важно все как бы ты либо бежишь сейчас чтобы стоять на месте отбежать вот мы занимаемся бегом все это закончится у тебя внезапно освободится время чем-то будет заниматься привет здорово да здорово и а я думал ты так сегодня цены от наш геймерский друг он еще геймерский друг конечно отлично все отлично интервью и он все он говорит я возвращаюсь но он сказал что я могу приходить просто позови а понятно просто позови на следующую свою игру пригласить отлично так и будет михаил ты молодец ты тоже ты более молодец чем я ты знаешь мой ответ тебя работающий прибыльный бизнес которым ты можешь ты так отделегировал задачи что можешь каждый день начать сектор по 8 часов это и есть человек который не может делегировать так чтобы не заниматься работой по двенадцать часов в день а и не понимает до конца что у него завтра послезавтра и вообще какого этого процесса будущее это не успешно человек поэтому успешный человек вот успешный человек вот все нормально процесс идет процесс да обязательно мы классно зажима планы вот будет опустошение после стрим у тебя сводится огромное количество времени у меня уже опустошение потому что не бюджет я освободиться в но времени по чуть-чуть 20 числа они принесли результаты на 20 числа супер ребят я думал что я неизвестно вступаю ну это все еще так но после того числа будет например понятно посмотрю мы с михаилом подали две заявки на институт из развития интернета с двумя разными проектами он по своей теме и мы по своей теме мы с лигой он по телевизионным штукам продача передача и результаты будут тот видос который записывал на на ю тубе нелепых вот и 20 20 числа мы скрести в пальцы будем смотреть прошли мы финальную там сумасшедшая конкуренция прошлый раз не прошел я но сейчас вот есть ссориус и везая если так то у нас на полгода работа будет по контенту трендерская я очень надеюсь на то что получится тык сделать сейчас возвращаем разговора все уже уже поговорили нормально он рассказал ну то есть у нас есть шанс сделать крутую историю кстати и мои презентовали делали они контент вот здесь сюда прямо на этом на этом лифте это над нами проходит мостик кстати в следующий раз вас подумай если больше тоже встать с этих вот штук можно свешивать флаги который будет рейд всем стендом крутая история спросили сориусы почему на официальной трансляции на твиче было в три раза меньше зрителей чем на губе или отлично значит губе им создал более крутой контент а стримфест это не история про а вот наш канал собственный стримфест это самое главное тут этого нет тут на самом деле 20 фирных площадок только что братьки в соседней капсуле танцевали в костюмах спайдерменов творили жуткий непотреб в самом лучшем смысле слова собирали что-то по 7000 онлайн это я счастлив ребят тут площадка мы хаб множество эфиров и наш собственный эфир на главной сцене эфир канала стримфест нижнее подчеркивание ru который работает раз в году вот мы его используем раз году спасибо одной компании буквы т которая нам помогла теперь пропушить вот возможно связи с этими цифрами мы подумаем о том вообще на каком канале вести этот канал этот эфир следующий раз это вполне обсуждаемо но как бы есть какие-то взаимообязательства там и прочие прочие точки интересные которые приводят к тому что вот собственно результат я рад и интересуюсь итоговой суммы всех эфиров она будет сильно выше двух трех миллионов просмотров уникальных за два дня это круто аспирант пишет и ссорио здрасте маэстро раму дальше будет двигаться стримфест что будешь добавлять будущем программ при ответе можно пожалуйста не хороквориться но ерничать а нет ерепеничить можно ерепеничить что это значит ну так подвыделываться подвыделываюсь я смотри а в девятнадцатом году я ерепенился по полной программе и потому что мы то думали что в двадцатом году мы прям тут всех порвем нас были планы на уличную зону а мальтею соседний зал и вообще там вверх вниз на все стороны и наверное даже по не состоялись но как бы условия трудности все вот это мы вернулись в эту площадь которые были и больше не меньше мы и лучше и больше наполнили надеюсь ты согласен со мной и игрой развлекательной зоны и там много всего да и стенд он же конечно и все остальные очень хорошие и гудгейм как бы все сильнее поднял уровень контента все круто но это внутри этой площади наша задача как бы при той же плотности контента выходить на соседней площади нам очень хочется айл контент на улице потому что люди и так выходят на улице почему бы там его не делать да если мы там будем проводить с тем более точно также летом можно даже маленький дождик не помех мне кажется у нас есть балконные такие части где-то можно ходить у нас есть соседний зал мальтея который тоже можно уходить и площадь будет больше интереснее если мы хотим быть десятитысячником нам нужно давать больше площади первая степенная задача чтобы людям не было душно и при этому было интересно чтобы один проход через весь фестиваль был более калейдоскопичным поэтому планы такие что касается там изменение логистики там не надо перебросать немножечко историю с виктория решать кое-какие задачи чтобы люди лучше навигации понимали что происходит лучше использовать площади там с точки зрения там потока людей это вот то что мы сейчас наработали раз-два-три но это такой баг лист ну как бы по нему пройтись а что касается каких-то светлых идей новых каких-то классных штук это совершенно точно вот сюда в чате да потом я трансляцию смотрю хорошо даже в трансляции все будет нет не будет чатика блин да ты же запись только на ютюбе жаль но тем не менее во первых смотрите у меня есть личка туда может зайти с 413 у меня есть личка да в гейме там я в данном случае имею ввиду там социальные сети что точно мы не с уникальностью не выпадают вот все кто спросил что-то они получают ответ поэтому идей хорошие интересные для теста которые в некоторых случаях превращаются в классные истории на самом например индий зона это вот по сути такая штука снизу нам предложили идей мы реализовали вот это пожалуйста давайте конечно то что больше коррелируют с идеями стриминга зоны разговорных игр мы даже отсюда видим по сути одна из главных вещей которая случилась на стриминге за двадцатый год быть начали коллаборировать играть мафии бункера и прочее теме этого тоже было бавлено много конечно и ну мы сделали такую зону в которой в общем-то разговорный формат этот этот отцом к лицу он как бы вот перешел и был переведен в реал в этом смысле фестиваль должен быть немножечко прям таком беглом тренде то есть то что через год будет прям супер бомбить то и должно быть меня как бы черт джернал пообещать кстати вот не выполнено обещание вечер делал обещать чатике год назад практически что у нас будет турнир по манк ас когда он когда я обещал это был дикий хайп а сейчас это хайп уже сейчас бы уже наверное это было не так интересно вот поэтому надо попали понимать что там за неделю за неделю за месяц до теста прям будет в тренде и прям кушать это и это тоже будет правильно два вопроса думаю стоит напоминалку голосовую к виде парижевский часть это первое и раньше же не было островской почему она теперь вдруг муза а вот как выбирается ведущий михаил при живой тот же нет подожди мы сейчас говорим про поле наверно раньше поле была ведущей да раньше более выступала она была стримером довольно активно всем уже там девятнадцатом году она прошла практически со стриминга и она ушла в озвучание а у даши обратная история она раньше занималась озвучанием ну вообще-то в телевизионном озвучанием там книжек и прочее на продолжает этим заниматься но она очень сильно влетела в стриминг она была ведущей станет звездой тнт там и так далее то есть она очень прокачана в этой теме и она там год назад там два года назад работала у нас просто корреспондентом но стало понятно что она прям очень внутри стриминга и она лицетворяет стриминг и мы пригласили ее как ведущую а холли если вы слушали внимательно никуда не пропало когда мы на когда мы объявляли участники фестиваля они были озвучены двумя голосами а один голос был голос холли так что холли с нами конечно же но как бы когда-то сейчас на фесте ее нет мы всех любим мы ни с кем не ругаемся еду за ешь за ешь рыбкой ну ты рыбак есть что сказать я могу тебе одного оставить нет наверно так неправильно это твой канал и партия ну тогда давай лучше попрощаемся давай да попрощаемся то чтобы встречаться вновь здесь же а еще завидуйте много поедем владивосток не отъедешь я что-то реклите и это очень хорошо давай до встречи пока